Всем привет! Пришла мне новая посылка из Китая. Как видите, уже вскрывалась она на почте, причем вскрывалась очень грубо, то есть видно, что ее просто тупо взяли, разорвали, разрезали и заклеили скотчем, даже неаккуратно. Ребят, на самом деле это очень неприятно. На упаковке написано, что там находится компьютер для велосипеда, и давайте посмотрим, как он упакован. Итак, я могу смело сейчас сказать, что продавец большой молодец, потому что он очень хорошо упаковал данный компьютер. Посмотрите, в какую хорошую упаковку он это все дело засунул, потому что на самом деле вот это очень годнота. Для тех, кто меня постоянно смотрит, для тех, кто является моим подписчиком, вы, наверное, устали об этом слышать, но для тех, кто новичок, для тех, кто впервые смотрит, я, возможно, скажу для вас новую информацию, что действительно от упаковки очень многое зависит, и примером тому служит видео, которое вышло у меня на втором канале, о стекле для планшета, которое просто разбилось из-за того, что магазин невнимательно все упаковал. Пришла посылка мне с Алиэкспресса, это вот такой велокомпьютер, достаточно информативный должен быть, достаточно крупные должны быть символы, и, в общем, посмотрим на его качество, на то, как он точно замеряет, посмотрим, какие у него есть функции, но об этом, обо всем я расскажу в обзоре. Это всего лишь распаковка, здесь мы смотрим на комплектацию, на то, как дошел данный товар, смотрим, стоит ли рекомендовать этого продавца вообще, и смотрим на то, какие первые впечатления. Первые впечатления, компьютер, кстати, недорогой, я ссылку на него оставлю на Алиэкспресс, вы сможете сами посмотреть, может быть, если найду где-то в других магазинах, то оставлю ссылку и на другие магазины. Как видите, здесь у нас отсек для батареек, скорее всего, здесь у нас CR-ка, кнопки нажимаются очень с большим усилием, я могу сразу сказать, что это недостаток, потому что, когда вы едете на велосипеде, очень важно, чтобы усилие было минимальным, потому что данный велокомпьютер, если вы сильно будете нажимать, он, скорее всего, будет крутиться на ручке. Ну, посмотрим, какое здесь крепление, но уже я вижу, что это будет небольшой недостаток. Также у нас в комплекте есть вот такое вот место под сам велокомпьютер на руль. Есть две уплотнительных вот таких вот истории. Вот это место, оно, в принципе, стандартное для практически всех велокомпьютеров, они плюс-минус одинаковые. Оно пластиковое и, в принципе, пластик достаточно прочный. Ну, посмотрим уже в боевых условиях, насколько хорошо этот компьютер будет крепиться. Вот так вот оно заезжает сюда и будет вот так крепиться. Скорее всего, будет крепиться хомутами. Посмотрим. Да, здесь у нас хомутики. Есть инструкция на английском, что уже большущим плюсом является, потому что на китайском мы бы не разобрались, как его настроить. Кому интересно, вот инструкцию я вот так вот оставлю. Вы ее можете нажать на паузу и изучить. И также с этой стороны здесь очень важные данные по настройке данного велокомпьютера, потому что если, например, у вас не будет этих данных, то он будет неправильно считывать количество пройденных километров. Потому что под каждый диаметр колеса нужно выставить свои значения, чтобы компьютер мог, скажем так, максимально точно все замерять. Здесь комплект хомутов очень большой, потому что на самом деле нужно прицепить не только сам велокомпьютер, но и датчик. А вот, собственно, и наш датчик. Этот, ну это даже не датчик, это просто такой магнитный помощник датчику. И, собственно говоря, вот у нас датчик, который передает все данные на велокомпьютер. И вы наверняка спросите, а где же провода? И я вас обрадую. Этот велокомпьютер является беспроводным. То есть у него вот такой вот модуль, который по радиоволнам передает все данные вот сюда вот на голову. И все это происходит благодаря запитыванию от батарейки. Здесь также такая же батарейка, как и в самом велокомпьютере. Эта вся история у нас также крепится на вилку вашего велосипеда. И, в общем, как устанавливать велокомпьютер, я думаю, я не буду снимать видео. Но потом, когда я с ним покатаюсь, посмотрю, насколько он хорошо работает стабильно, после того, как я все настрою, то я сниму видос о том, какие у меня впечатления. На данный момент у меня крайне положительные впечатления. Единственное, что кнопки нажимаются туго. С одной стороны, я понимаю разработчиков, что они хотели подчеркнуть тем самым надежность, что все такое брутальное. А с другой стороны, я понимаю, что на практике это, возможно, будет недостатком. Но я в этом не уверен. Так что посмотрим. В общем, вот такой вот компьютер. Все ссылки будут в описании. Если видео было полезным или понравилось, не забудьте поддержать. Если есть вопросы по данному компьютеру, пишите их в комментариях. Буду на них отвечать по мере возможности. И всем хорошего настроения. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Обязательно на группу ВКонтакте подписывайтесь. Нас там уже скоро наберется 2000 человек. И там появляются очень интересные новости. Я знаю, что вы смотрите. Потому что по статистике каждый четвертый подписчик смотрит новости. Особенно актуальные. Также там бывают скидки и купоны. Ну, в общем, заходите, смотрите и выбирайте сами. Всем хорошего настроения. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok